Привет, меня зовут Таня, сегодня я снимаю видео о распаковке. Через буквально неделю у нас дома появится маленький-маленький ребеночек. Это собачка Си Буину, и я очень сильно ее хотела всегда, наверное, лет с 12, гей. Сейчас мне 21, и моя мечта почти исполнилась. И я, как заботливая мамочка, сразу же заказала все-все-все, чтобы она приехала домой и была рада, и спокойно смогла с нами жить. Вот это все я заказала, чтобы наша собачка могла чувствовать себя дома, как дома. Начнем, наверное, с самых маленьких. Я даже подготовила канцелярский нож, чтобы это все не открывать зубами и ногтями. Мне кажется, это ошейник. Главное, чтобы ничего не порвалось и не порезалось внутри. Потому что у меня были случаи, когда я открывала посылку и отрезала ее. Это ошейничек. Смотрите, как он классно упакован. Я решила взять сразу же хороший кожаный ошейник, чтобы не покупать потом несколько раз. Смотрите, какая прелесть. Тут лапки. Следующая посылка. Я даже знаю, что это. Это очень длинный поводок. Потому что Сибуину – это очень активная собака. Особенно сейчас, когда она еще маленькая. Ей нужно носиться и бегать везде. Я взяла сразу, не помню, сколько метров. По-моему, 8 метров. Он тоже очень качественный. Но единственное, что, наверное, нужно было брать другой поводок. Мне придется вот так вот ходить. Хорошо, что он хотя бы не тяжелый. В принципе, как-нибудь я к нему приучусь. Следующая по размеру посылочка. Вот тут я точно не знаю, что тут. Она даже не пытается двигаться внутри. Сейчас наша собака находится у заводчицы. Мы ее уже забронировали. Выбрали самую-самую активную девочку. Точнее, она выбрала нас сама. Потому что, когда мы доставали из клетки, из вольера, другую девочку маленькую, мы подняли ее. Она была такая спокойная. Я ее гладила. И наша малышка там пыталась выбраться из клетки, чтобы убежать к нам. Это миска. Это будет миска для еды, потому что она маленькая, как оказалось. Нашей собачке нужно будет кушать примерно 5-6 раз в день. О, нет, 5-6 раз. Нет. Точно нет. 4-5 раз. И такой миски ей вполне хватит. Но для воды такой миски точно не хватит. Нужно будет докупать большую. Я уже как раз ее приметила. Так вот, когда мы ее взяли, наша девочка начала рваться из клетки, пыталась к нам выбраться. И заводчица нам говорила, они все спокойные на руках. Вон туда встанете, она будет тоже такая же спокойная. Мы ее достаем из клетки, и она начала просто вот так вот, как вертикно, крутиться в руках, пыталась нас облезать, описываясь от радости. И я поняла, что нет, все вот это вот моя, моя девочка. Я ее беру. Также клевать, что она чуть-чуть дороже. Она будет с нами жить еще 10-15 лет. И это точно наша собака. Следующая посылка еще больше. И я знаю, что там. По-моему, там несколько вещей должно быть, но это не точно. Я к выбору собаки в этот раз относилась очень-очень прям ответственно. У нас была собака Шпиц, сейчас она живет с мамой. И как-то так получилось, что в итоге она полюбила ее больше, чем нас. Это милый поводочек, чтобы гулять по городу. Так вот. Что я говорила? Не помню. Да, в этот раз я отнеслась спокойно, ой, очень-очень-очень ответственна к выбору всего. Я посмотрела все видео про Сибу, чтобы знать просто все абсолютно про Сибу, чтобы знать ее характер, как ее дрессировать. И для меня это идеально собака. На самом деле, это очень сложная порода, хотя они выглядят очень мило. Но если ты дашь ей немножко слабину, то все, она тебя потом заглядет. Будет писаться, будет тебе всю квартиру уничтожать. Но так как я работаю из дома, я могу заниматься своей собакой очень-очень ответственно. Это игрушки для собаки. А почему не открывается? Бля. Окей. Будем так. игрушки для собак. Тут целый набор. Ой, они классные. Такая косточка, чтобы малышка зубы свои точила. Хотя они маловаты, конечно, немножко для нее, но я думаю, пока сойдет. Улица, которая орет. Мячик. Будем бегать с ней по улице, и я буду учить ее, чтобы она мне приносила мяч. Потому что я смотрела, что Сибы, если они тебя не считают хозяином, не отдают тебе мяч. Это ее добыча. Она будет бегать около тебя с мячиком в зубах, но ни в какую не отдаст ее. Вот это классная штука. Вот это, кстати, прикольная штука. Но я не понимаю, как это работает, типа и для чего. И еще одна. Это канатик. Мне кажется, ей будет в кайф. И самая большая посылка это, как вы думаете, что сейчас ее напаковано, конечно, классно. Столько пластика не пожалели. Ладно, окей, не жалуюсь, если бы все это испачкалось в процессе доставки. Виновата ты. О, господи, я чуть не порезала. Аккуратно. Вы готовы? Та-дам! Это огромная лежанка для нашей собаки. Я выбирала такую, чтобы она была плотная. И когда собачка ложится на нее, она не должна касаться пола. Она не должна проминаться под ее весом. И в основном практически все лежанки они красивые с виду. Но если собака ложится на нее, она ложится на пол. Потому что лежанка проминается под ней и просто сплющивается. И какой-то смысл в ней. А эту я выбирала так, чтобы она была прям очень плотная. Она как матрасик. так что нашей собаке будет очень на ней комфортно. В принципе, на этом все. Можно заканчивать. Следующее видео уже будет, скорее всего, о том, как мы приводим нашу собаку домой. Надеюсь, вам понравилась моя мини-распаковка. Я немножко рассказала вам о том, как завести собаку. Потому что я об этом узнала очень много. и отнеслась к этому серьезно. Ведь собачка наша это наша семья. И она должна быть с нами наравне. У нее должно быть все, что нужно. Включая игрушки. Остался корм. Ну, и привезти собаку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч с моим новым членом семьи. Пока! Пока!